Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», третий том, вопрос 1124. «Почему на иконах лики не всегда пропорциональны, а как бы деформированы?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На эти вопросы я уже отвечал не раз. Считаю, что такие иконы кощунствуют. Мы опять приходим к тому же. Почему все у нас так уродливо, мрачно, неинтересно, что, положа руку на сердце, мы не можем искренне звать людей, подражать нам? Все это не евангельское, это есть извращение, пришедшее с Византищиной. Когда строили Моисей с Кинью, а Соломон храм, то они искали людей искусных и даже выписывали из-за границы, естественно, за большие командировочные, и искали специалистов, рабочих у царя Сидонского. А здесь любой пинчушка, который нарисует так, что лошадь не отличишь от коровы, рисует самого Господа Бога. Исход 36.1 И стал работать Веселиил и Оголияв и всем мудрый сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. Исход 31.7 И сделал Веселиил ковчег из дерева сетим. Длина его два локтя с половиной, ширина его полтора локтя и высота его полтора локтя. Третье царство 5.6 Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерево так, как Сидоняне. Считаю, что все такие иконы нужно немедленно изъять и уничтожить, как кульные, и просить у Бога милости, чтобы он сам помог разрешить этот вопрос с иконами.